Всем привет! В эфире Универньюз, а с вами в студии Олег Кашин. Наша команда подготовила для вас самые интересные студенческие новости. Как изменится химический институт? Экзамены сданы, аттестаты получены. Настало время каникул. Зачем геологи Казанского университета отправились в Тетюши? Об этом и многом другом сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете состоялась защита дорожной карты химического института. В рамках защиты директор института представил обновленную программу развития подразделения, дальнейшие планы и задачи института. С подробностями вас познакомит Аделья Шамилова. В химическом институте имени Бутлера ВКФУ состоялась защита дорожной карты подразделения, которая затронула вопросы программы повышения конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров. Начиная защиту, директор химического института Владимир Галкин обратил внимание присутствующих на одну из важнейших задач института значительно повысить процент иностранных обучающихся до 2020 года. На сегодняшний день, в принципе, мы в 2016-2017 году планы выполняли по иностранным студентам, но вот сейчас, в 2018, хотим довести до 10, и в 2020 году до 20%, поскольку такую задачу поставил ректор. Ну, география иностранных обучающих всего на сегодняшний день 33 студента и 10 аспирантов, всего 43 человека. Глобальные вызовы, которые на сегодняшний день стоят перед институтом, включают в себя опережающий рост нефтехимической промышленности. Отвечая мировым тенденциям, химический институт планирует развивать биомедицинскую химию, фармацевтику и многое другое. Обновленную программу развития до 2020 года представил директор института Владимир Галкин. Основная стратегия, которую мы пытаемся проводить, которая может существенно повысить эффективность работы, это, естественно, существенный численный рост обучающихся и научно-педагогических работников химического института за счет образования, науки, интернационализации и финансов. По словам Владимира Галкина, ученые-химики КФУ занимаются приоритетными направлениями исследований координационной химии, нефтехимией, катализом, фармацевтикой, химией для медицины, наночастицами и наноматериалами и многим другим. Благодаря этому, а также значительному финансированию достигается ежегодный рост количества статей ученых химического института КФУ в Скопус и в ВОЗ. Количество публикаций в ВОЗ и Скопус, ну, они примерно совпадают. У нас практически все статьи, которые в Скопус, они попадают в ВОЗ. 90%, 95%, значит, довести до 560%, ну и вхождение в топ-100%, 200% мировых рейтингов в предметном области химии. Значительную часть доклада Владимира Галкина заняла сфера образования. Заслушав выступление директора химического института, Дмитрий Таюрский озвучил собственные рекомендации. Одна из них коснулась развития в университете программы радиоационной химии. Это то, что требуется сейчас очень-очень многим специалистам в области медицины, чтобы просто понимали, что такое там, как дозу рассчитать, посмотреть, что такие химические воздействия. Это элементарно можно сделать, зарабатывать на этом деньги. В рамках защиты дорожной карты было сказано и о стратегии химического института по привлечению в КФУ талантливых абитуриентов в международном сотрудничестве, международных мероприятиях, которые планируется провести на базе КФУ. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Настала пора получения аттестатов. Позади волнительные экзамены и переживания. Впереди долгожданные каникулы, время определиться с будущей профессией. А как прошло вручение аттестатов в лицеях КФУ, расскажет наша съемочная группа. Лицей Казанского федерального университета поздравили своих учеников с сдачей основного государственного экзамена и вручили аттестаты об основном общем образовании. В лицее имени Лобачевского проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский выступил с приветственным словом и вручил аттестаты отличникам. Ученики рассказали о преимуществах обучения в лицее при университете. Здесь в лицее очень сильно поддерживают олимпиадное движение и вообще научное развитие. И очень помогает возможность посетить сам университет, пообщаться с преподавателями и узнать больше. Окончить лицей с красным аттестатом дело не из легких. Ученик IT-лицея КФУ поделился, как добиться такого результата. Получение красного аттестата это большой труд, это и мой труд, это и труд учителей. Я хочу сказать огромное спасибо нашему преподавательскому составу, потому что без них не получилось бы того, что я сейчас держу в руке. Нужно очень много трудиться, нужно много узнавать нового, помимо школьной программы. И нужно усердно готовиться к экзаменам. А мы желаем выпускникам успешно продолжить обучение в 10 классе, а в будущем и в Казанском федеральном университете. Артем Тупичкин, Алина Шарапова, Ленардо Валитяров, Владимир Нелюбин, Универньюз. Молодые геологи Казанского федерального университета отправились исследовать минерально-сырьевой потенциал Тетюшского района. Геологическая экспедиция продлилась 10 дней. С инициативными студентами отправилась и наша съемочная группа. Казанского федерального университета Это наблюдать все горные породы, иметь, пользоваться всякими геологическими инструментами, которые помогают определять, что за порода. Уже далеко не первое десятилетие студенты Института геологии и нефтеказовых технологий КФУ проходят практику в Тетюшском и Камско-Устинском районах на побережьях Волги. За работу полевого геолога в любую погоду принимаются ребята уже с первого курса. Несмотря на то, что за плечами молодых ученых всего лишь первый курс, узнать они успели немало. Многим уже не терпится применить теорию на практике. Времени на получение навыков полевого геолога ни много ни мало – 10 дней. Это наша первая геологическая практика. Сначала у нас были выезды показаний однодневные и сейчас уже восьмой день мы в Тетюшах находимся. Геологическая практика, на самом деле, это очень интересно, потому что в университете мы все равно получаем в основном только теорию. И на практике мы редко это применяем. И сейчас действительно идет такая достаточно сильная проверка наших знаний, то, что мы получили. Все это отрабатывается на практике. Теоретические знания мы применили для того, чтобы определить сама враг, сколько ему времени, определить горные породы, из чего состоят, как они тут залегали, складчатость. Ну вот так. Студентам удалось убедиться лично, насколько Республика Заторсан обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом, который слагается из совокупности углей, твердых полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод. Особый интерес у ребят вызвал цветной гипс. Этот район богат цветными гипсами, разноцветными гипсами. Студентам нравится их находить, они их смотрят вживую, видят, что минералы можно и находить, скажем, не только рассматривать в коллекциях. Они видят результат осадка накопления в разрезе, иногда находят следы флоры и фауны. Учебная практика младых геологов длится 10 дней. Все это время ребята живут и занимаются исследовательской деятельностью прямо в лесу и на побережьях Волги. Здесь у них разбит лагерь и полевая кухня. Уже 28 июня ребята вернутся домой. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Казань проводят не только чемпионат мира по футболу, но и другие не менее важные соревнования. На ринге Татнефть-Арена в поединках за выход в четверть финал сразились бойцы из восьми стран мира. 27 июня в Казанском ледовом дворце спорта Татнефть-Арена состоялась 1-4 чемпионата мира бои по правилам Тиеней-2018. На ринге приняли участие бойцы из восьми стран мира – России, Бельгии, Испании, Латвии, Молдавии, Польши, Португалии и Сербии. Начали программу боев легковесы. Российский спортсмен Иван Кондратьев вышел на ринг против Роберта Раевского из Польши. Победу одержал наш боец Иван Кондратьев. В бою среднего дивизиона встретились Александр Шуляк из России, Виктор Манфорт из Испании. Несмотря на постоянное давление россиянина, Виктор смог взять инициативу в свои руки и точным ударом пробить корпус российского бойца. Состоялись бои легкой весовой категории до 80 кг и свыше 80. По итогам прошедшего этапа в одну четверть финала вышли российские бойцы Иван Кондратьев, Дмитрий Меньшиков, Владимир Кузьмин, Кирилл Корнилов, а также спортсмены Виктор Манфорт из Испании и Константин Глухов из Латвии. Честь объявлять бойцов и вызывать их на ринг выпала известному российскому актеру Владимиру Сычеву, хорошо известному публике по сериалу «Физрук». Кстати, актер пожелал всем зрителям смотреть «Универ ТВ». Смотрите «Универ ТВ». Анна Глазунова, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях и не пропускайте наши выпуски. Анна Глазунова, Универ ТВ. 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 Продолжение следует...